С выше 59 единиц незарегистрированного оружия сдали жители Иркутской области с начала года. Основная часть это охотничьи и гладкоствольные ружья, газовое оружие и с нарезным стволом. Также на добровольной основе передано 434 патрона. Общая сумма вознаграждений составила свыше 303 тысяч рублей. Как отмечают специалисты Росгвардии, при добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, граждане освобождаются от уголовной ответственности. При этом они имеют возможность получить денежное вознаграждение от 2 до 10 тысяч рублей. О других не менее важных и резонансных событиях дня расскажем в ближайшие полчаса. В эфире новости по будням. Здравствуйте. Ну а прямо сейчас с вас ждут короткие анонсы основных тем выпуска от наших корреспондентов. Дети на улице. В Иркутской области участились случаи ухода несовершеннолетних из семей, где находят школьников и почему они вообще уходят из домов, расскажем в начале выпуска. В выпуске обсудим и нововведение здравоохранения. В Иркутской области планируют ввести электронные рецепты. И сегодня разбираемся, как эта система будет работать. Большая работа. Белый дом на набережной Ангары начали ремонтировать в Иркутске. Какие именно технологии используют специалисты и когда здание предстанет в новом облике перед горожанами, узнаете в программе. В какой телепрограмме начал работать Рыжий Код? Как связаны Иркутские МС-21 и Денис Мацуев? И кому в Устилимске была лайка без конкурса помогла поступить в Московское училище? Объясним в рубрике «Повесточки». И теперь о событиях дня подробнее. В Иркутске сотрудники полиции нашли 17-летнюю девушку, которая ушла из дома рано утром и не вернулась домой в течение суток. Сейчас со школьницей все хорошо, она жива и не пострадала. По какой причине она решила уйти, выясняют специалисты. Надо отметить, что с приходом осени случаи ухода в детей в Иркутской области резко участились. Также в столице прибывали три дня, искали 14-летнего подростка. Он приехал в Иркутск из Тулуна и не выходил на связь. К счастью, с парнем все хорошо, его передали законным представителям. Еще двое школьников бродили по улицам нашего города шесть дней. Их также удалось найти живыми и здоровыми. Что стало причиной побега из родительского дома, они не рассказали. Всего же с начала года в Иркутской области зафиксировано более 900 фактов ухода детей из дома. Это почти на 100 меньше, чем в прошлом году. А участившиеся случаи, как выяснилось, явление сезонное. С сетябрь, он, в общем-то, такой особый месяц. Это месяц, когда закончился летний отдых, ребята приступили к обучению. Конечно, здесь уже снижается, наверное, уровень контроля взрослых за поведением ребят. И больше самостоятельности, больше, наверное, свободы. Чаще всего вот те отношения, которые сформированы в семье, они, конечно, все идут из детства. Как нас воспитывали, в каком мы социуме росли. И, наверное, вот это перекладывается и на новые отношения, на новое поколение. И ребенку, конечно, сложно вот в таких вот отношениях с родителями найти контакт с родителем. И он уходит от разрешения или обсуждения своей проблемы с родителями, идет к друзьям. Осень и следующая за ней зима – это еще и время сезонных болезней. И, возможно, этот эпидсезон запомнится жителям региона не новыми штаммами вирусов, а новыми правилами, которые придется соблюдать при посещении аптек. Дело в том, что в Иркутской области внедряют систему электронных рецептов на лекарственные препараты. Что это такое и как будет работать, технологии узнаете в следующем материале. Здравствуйте, можно, пожалуйста, антибиотики? Здравствуйте, ваш рецепт, пожалуйста. Да, конечно, одну минутку. Сейчас, сейчас. Слушайте, я, походу, его потеряла. А без рецепта никак? Нет, без рецепта никак. Нужно его найти, либо выписать новый. Жаль. Вот в такой ситуации можно оказаться порой по собственной невнимательности. Теперь мне придется заново идти к врачу, возможно, сидеть в километровых очередях, либо искать свою карточку. Но вполне возможно, что вскоре таких ситуаций станет меньше. Ведь в Иркутской области предлагают ввести систему электронных рецептов, которые пациенту, по его желанию, могут выдавать вместо бумажного. Получить по электронному рецепту нельзя будет лишь психотропные и наркотические вещества. Во всех остальных случаях у пациента будет выбор – традиционный листок или же цифровой аналог. Для последних Минздрав сейчас разрабатывает форму и продумывает взаимодействие с аптеками. Но иркутяне уже оценили идею. На выборах вопросов никаких нет. Прекрасно. Для молодых удобнее не придумать. И для среднего возраста. Для пожилых – это выше математика. И не надо их несчастные головы еще и этим обременять. У них и так мало чего в этой жизни есть. Хоть рецепты блинаем остаться. Ну, я думаю, это будет удобно для молодежи, потому что сейчас в основном все чеки электронные. Но, скорее всего, для более старшего поколения это будет непривычно. При этом в Иркутской области уже есть система электронных рецептов. Но пока что касается она только пациентов, которые получают льготные препараты. Например, с этой системой уже знакомы жители региона, болевшие коронавирусом. Бесплатные лекарства в аптеках выдавались по СНИЛСу. Устроено это следующим образом. Врач в поликлинике вводит данные пациента и название препарата в специальной программе. И рецепт оказывается в общей базе. В Иркутске она есть только у муниципальных аптек. Но по области встречается и участников. Поэтому пациент может обратиться со СНИЛСом в любое учреждение. Даже не в своем городе. У нас приезжают с Куйтуна, Сусолья, Шелих, Ангарск. Мы все эти рецепты видим и обслуживаем. За 22-й год из всех рецептов, обслуженных по льготе, это больше 500 тысяч за год рецептов, 98 почти процентов идет в виде электронного рецепта. Но несмотря на все плюсы, пока что есть к инициативе и вопросы. Например, справится ли система с общим потоком пациентов. Ведь даже льготных рецептов достаточно много. А времени на разработку остается мало. Ожидается, что применять электронные рецепты для всех пациентов начнут уже к концу этого года. Далья Эйвазова, Владимир Пинаев, Новости по будням. Из года в год одной из основных причин низкой продолжительности жизни населения является злоупотребление спиртным. Касается это и Иркутской области. Так, только в столице при Байкалье на учете находится около 10 тысяч человек с диагнозом алкоголизм. При этом в большинстве своем это работоспособные жители молодого и среднего возраста от 25 до 47 лет. При этом две трети из них мужчины и только треть женщины. Есть на учете даже дети. Но их из года в год все же становится меньше. С одной стороны, на это влияет количество запретов. С другой, увеличение другими зависимостями от энергетиков, сигарет и даже гаджетов. С начала года в при Байкалье зарегистрировано 458 случаев отравления алкоголем, 86 из которых закончились летальным исходом. Все погибшие взрослые, а причина – слишком высокая доза этилового спирта. Врачи отмечают, что алкоголизм – это заболевание, причем хроническое. И пусть оно успешно лечится, но все равно пагубно сказывается на качестве жизни и здоровья. В том числе спиртное может спровоцировать и развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой системы. Язвенные болезни 12-перстной кишки, поражение пищевода, вен пищевода, различные колиты – это гепатиты, то есть поражение токсической печени. То есть это в начале гепатит, который переходит в дальнейшем в цирроз, что приводит к инвалидизации человека. Это возникновение панкреатита, но вплоть до спиртильного исхода панкреонекроза. Не всегда доктора успевают помочь. Обошлось без летальных исходов массовое отравление шаурмой в Братске. Зато оно стало поводом для возбуждения сразу двух дел – уголовного и гражданского. В последнее суд вчера поставил точку. Иск надзорных органов о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя не удовлетворили. Правда, дело вовсе не в отсутствии нарушений. Их как раз было немало. Напомним, в июне более 100 человек, 22 из которых дети, обратились в больницы с признаками отравления. Все они покупали шауруму в одном кафе. В пробах из общепита нашли сальмонеллу, да и в целом в заведении Роспотребнадзор выявил массу нарушений. Готовая продукция хранилась без крышек вместе с сырьем, на продуктах не было сопроводительных документов, помещения не дезинфицировались, не было условий для личной гигиены. В связи с этим Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей подала иск в суд с просьбой прекратить деятельность предпринимателя. Но иск отклонили из-за того, что владелец кафе уже сам добровольно прекратил свою предпринимательскую деятельность. А вот расследование уголовного дела по факту массового отравления еще продолжается. Накануне хозяина заведения отпустили из-под домашнего ареста, но запретили ему определенные действия. Использовать агрохимикат в Иркутской области никто не запрещает. Тем не менее, многие специалисты предпочитают скрывать приобретение и использование химических веществ. Какое наказание предусмотрено для таких аграриев и какие еще нарушения встречаются в этой отрасли в Прибайкале, расскажем далее. Сельское хозяйство – дело непростое, можно даже сказать, приближенное к науке. Но далеко не все аграрии Иркутской области так считают и, как следствие, допускают ряд нарушений в своей работе. Например, в 2023 году одно из предприятий региона приобрело 117 тонн агрохимикатов и не отчиталось о покупке ни в одном из необходимых документов. В том числе не было известно о местах применения химических веществ. Как итог, организация выплатит штраф, но есть и другие, куда более серьезные нарушения в сельском хозяйстве Иркутской области. Так, например, управление Россельхознадзора при Байкале только с начала года вывело 19 свалок на землях, которые предназначены для сельхозугодий. Общая площадь захламленной территории превысила 12 гектаров. Еще на 85 участках обнаружили факты проведения выжиганий. Чаще всего это происходит после уборки урожая, чтобы избавиться от лишних отходов. Но делать это запрещено. Не менее распространенная проблема – ненадлежащее использование земель. В 2023-м специалисты изъяли два участка общей площадью почти 130 тысяч квадратных метров, которые были предназначены для сельскохозяйственной деятельности, но использовались в других целях. Данил Седов, Новости по будням. Главный вопрос – в городе на сегодня. Когда начнется отопительный сезон? И тут произошли небольшие корректировки. В администрации областного центра решили отложить старт запуска тепла в дома и социальные объекты до 18 сентября. С этого дня специалисты начнут поэтапное подключение объектов. С учетом погодных условий подачу тепла можно будет регулировать. По данным Иркутского гидрометцентра, среднемесячная температура в Иркутске в сентябре ожидается выше нормы. Тем не менее, объекты теплоснабжения города готовы к отопительному сезону. Специалисты сформировали запас угля и мазута на котельных. Управляющие компании завершают ревизию тепловых пунктов и ремонт инженерных коммуникаций. Что касается других крупных городов при Байкалье, то уже со вчерашнего дня в Шелихове и прилегающем районе тепло пошло по трубам социальных учреждений, а 15-го придет и в жилые дома. Также с 15-го числа стартует отопительный сезон в Ангарске, а вот в Братске он должен был начаться 25 сентября. Однако в итоге запустить сети теплоснабжения решили раньше, с 18 сентября. Должно быть тепло не только в жилых домах региона и соцобъектах, но и в зданиях, которые носят статус исторических памятников. Один из таких объектов, Белый дом на набережной Ангары, как раз начали ремонтировать. Какие неожиданные открытия ждали специалистов в ходе работ и когда здание предстанет в обновленном виде, узнаете в следующем материале. Под белой скорлупой светло-коричневая начинка. В такой цвет изначально было выкрашено здание на бульваре Гагарина в Иркульске. Среди горожан оно более всего известно как Белый дом. Факт того, что сперва он был вовсе не белый, вскрылся при удалении верхних слоев покрытия здания. Все благодаря работам по реконструкции исторического объекта. Существует предположение, что к созданию этого памятника приложил руку знаменитый архитектор Санкт-Петербурга Джаком Акваренги. Здание выстояло и во время боев Гражданской войны. А в 1918 именно здесь и были учреждены первые несколько факультетов Иркутского государственного университета. После этого внутри разместилась научная библиотека вуза. А начиналось все еще в начале 19 века. Первоначально дом принадлежал семье купца Сибирякова. И в 830-х годах был передан в казну. И там разместилась резиденция генерал-губернатора Восточной Сибири. И вот в этот период были проведены масштабные пристройки к дому. Были утрачены дворовые службы. То есть здание приобрело практически тот вид, которым мы его видим сейчас. Сейчас служба по охране памятников культурного наследия Прибайкалия выдала все необходимые разрешения для ремонта исторического здания. Иркутский государственный университет как владелец здания выделил на объект около 15 миллионов рублей собственных средств. В первый этап ремонта Белого дома входят штукатурка и покраска стен, частичный ремонт фундамента, гидроизоляция каменной кладки, ремонт декоративных элементов, замена водосточной системы. Для полной реставрации этого недостаточно. Необходим дополнительный соответствующий проект. Текущее размещение на проведение ремонта выдано до конца октября. Это очень серьезное мероприятие, дорогостоящее. Тем более на таких старых домах нужны комплексные научные исследования, нужны зондажи качественные. Не так, как для ремонта фасадов. Нужны научные архивные изыскания. После того, как работы будут завершены, научный руководитель будет передавать службу научно-реставрационный отчет. У них по закону срок на составление отчета 90 рабочих дней. Специалисты не исключают того момента, что подрядные организации могут отчитаться и раньше. И уже в ноябре выполненные работы будут приняты. Олег Федоров, новости по будням. Редакция новостей по будням тем временем продолжает отмечать свое 20-летие. Напомню, 1 сентября 2003 года в эфир вышел первый выпуск нашей информационной программы. Чем запомнились прошедшие два десятилетия, мы вспоминаем в том числе и с помощью рубрики «История одного репортажа». Корреспонденты прошлых лет рассказывают о своих самых ярких или необычных сюжетах. Сегодня речь пойдет про репортаж, который вызвал большой резонанс из-за своей провокационной формы. Смотрим. Для черных нарядов и траурного настроения есть повод у сотен жителей Иркутска. Все они провожают в последний путь деревянный променад у ледокола «Ангара». Поступила задача снять сюжет про то, как вновь реконструированная набережная в Солнечном утонула. Там просто дело в том, что сделали деревянный променад, и люди гуляли, все было классно. Но через месяц-два после того, как построили эту набережную, вода в Иркутском водохранилище поднялась и затопила. И мне пришла в голову идея снять не просто сюжет о том, что вот есть проблема, вот есть какие-то там комментарии людей, которые строили, которые, как обычно, стандартно будут рассказывать о том, что это просчет, что мы не знали, что вода поднимется. Ну, в общем, все эти отговорки. И мне пришла идея в голову похоронить эту набережную. Набережная ушла от нас несправедливо рано, ведь ей не было и года. Но холодные воды Иркутского водохранилища не смотрят на возраст. Они забирают свое, причиняя тем самым боль каждому из нас. Текст я писал под этот сюжет как эпитафию. То есть она была нам так нужна, ну и все такие вот... У нас русский язык же богатый, можно там прикольно написать. Причина скоропостижного ухода не ошибка в проектировании. И даже не в тех жалких шести миллионах рублей, что были выделены на создание променада из городского бюджета. Набережную убили подрядчики. Я созвонился с человеком, который непосредственно занимался строительством. Он приехал на нормальный комментарий, стоял перед мной и говорил, что ну вот, да, ну вот так. После этого перестал брать трубку. Я звонил ему там пару раз еще по другим уже сюжетам. Ну, он просто понял, что его использовали. Хотя ничего такого здесь нет. Он донес свою точку зрения. То есть дураком его никто не выставлял. Было все абсолютно, ну, по законам журналистики. Все стороны. Ну, просто вот форма была такая, что это не просто сюжет, а похороны. Больно, 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 больно. По-другому никак не скажешь. И это потраченные напрасно деньги. И потраченные ожидания, потому что хотелось и зимой здесь гулять. В общем, очень печальная история. Бабушка сказала там, что это трагедия. Она говорила-то пять минут, но у кого в руках монтаж, тот, соответственно, и король. Вот. И мы смонтировали именно так, что бабушка там сострадала и вообще была просто в шоке от потери надежной. Увы, сейчас я не смогу ответить на главный вопрос. А как жить дальше иркутянам и гостям города без этого замечательного променада? Одно смогу сказать наверняка. С наступлением сибирских холодов деревянная душа этой набережной отправится высоко-высоко. Ну, а сейчас же давайте вспомним променад самыми лучшими словами. Помянем его недолгую жизнь. И, конечно же, немного помолчим. Мне казалось, что надо пройтись по этому променаду, ну, показать, что он нам так дорог. Ну, соответственно, в ботинках было бы так себе идти, потому что я бы промок. Ну, поэтому я разулся. Ничего такого, ничего страшного. Ответственная и тяжелая работа необходима для восстановления лесов. Так, более 50 добровольцев на следующей неделе отправятся на остров Ольхон, чтобы залатать его зеленые легкие. Мероприятие по высадке деревьев пройдет в рамках 10-го добровольческого лесовосстановительного лагеря. Планируется, что за три дня волонтеры высадят порядка 6 тысяч саженцев. Сосны об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Подари планете жизнь». Высадка деревьев пройдет на территории Прибайкальского национального парка в местах, пострадавших от лесных пожаров, а также на берегу озера Байкал для укрепления береговой линии. Участники акции – ребята из Новосибирска, Перми, Сочи, Петропавловска, Камчатского, студенты из Казахстана, жители Иркутска и Иркутской области. Для них также пройдет обучение, цель которого – подготовить лидеров команд для реализации подобных проектов. Организаторы отмечают, что за прошлые 4 года было высажено более 27 тысяч деревьев. Только в одном 2021-м более 20 тысяч. Ну а сразу после короткой рекламы расскажем об успехах спортсменов региона, а также о том, какой необычный концерт прошел в заводском ангаре и как держат внимание зрителей телевизионщики из Японии. Спортсмены Иркутской области неплохо выступили на первенстве Сибири по пулевой стрельбе. В поражении мишеней на дистанции 10 метров бронзовые медали завоевали сразу трое уроженцев нашего региона, а именно Матвей Гавриленко, Сергей Шибанов и Захар Жумбаев. О других успехах спортсменов Риба и Каля расскажем далее. Керлингисты Иркутской области победили на чемпионате Сибири среди смешанных пар. Турнир состоялся в Новосибирске. Там дуэт Виктории Десовой и Кирилла Пологнея оказался лучшим среди 20 коллективов из 5 регионов федерального округа. В тройке лидеров наши земляки обошли сразу две сборные Красноярского края, которые заняли второе и третье места соответственно. Третье место чемпионата России по трейлу также досталось уроженцу Иркутской области. На соревнованиях, которые состоялись в Сочи, Андрей Жендаев преодолел дистанцию в 30 километров с набором высоты 2500 метров. Наш земляк финишировал с результатом 3 часа 35 минут и 25 секунд. Это третье место турнира. Андрей завоевал бронзу, уступив только представителям Саратова и Томска. Вторую победу на Кубке Сибири и Дальнего Востока по волейболу одержали девушки из локомотива «Ангара». На турнире, который проходит в Иркутске, хозяйки соревнований уверенно обыграли клуб «Олимп» из Новосибирской области. Наша команда отдала оппонентам всего одну партию, но уверенно довела дело до победы со счетом 3-1. Данил Седов, новости по будням. А жители Устилимска сейчас активно делятся снимками северного сияния, которое можно было наблюдать в городе в ночь на 13 сентября. Как пояснили специалисты, такое явление появляется в результате взаимодействия заряженных частиц, летящих от Солнца после вспышки с магнитосферы Земли. Это редкое явление для наших широт, потому что северный магнитный полюс смещен в сторону американского континента. Но до Устилимска, расположенного на 58-й северной широте, в этот раз сияние все же дотянулось. О других интересных новостях со всего света расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Музыка сентября прекрасна. Капли дождя по стеклу и шум пожелтевших листьев под ногами. Новостями из мира звуков и не только поделимся прямо сейчас. Концерт классической музыки состоялся в ангаре новейшего иркутского самолета МС-21. На фоне многообещающего лайнера выступил наш земляк, всемирно известный пианист Денис Мацуев. Музыкант вместе с другими артистами исполнил известные классические произведения. Выступающие отметили хорошую акустику столь необычного концертного зала. Балалайчник из Устилимска Амин Потлоенко занял второе место на федеральном конкурсе «Молодые дарования России». Сибиряку пришлось соревноваться с более взрослыми и опытными музыкантами. Однако Амин не растерялся и продемонстрировал все свое мастерство, что позволило устилимцу не только завоевать почетное второе место, но и вне конкурса стать студентом Московского музыкального училища имени Гнесиных. А эта мама из Приморского края не теряет времени зря и обучает пушистых непосед всем тонкостям жизни в дикой природе. Фотоловушка в Сихотайлинском заповеднике запечатлела забавный момент, как медведица обучала малышей чесать спину о дерево. Сначала мама продемонстрировала изящные движения, после чего юные хищники и сами попробовали повторить эти действия. Да, малышам еще стоит поработать над техникой. Не передача, а услада для глаз. Японские ведущие прогноза погоды придумали необычный способ, как удержать внимание зрителей. Специалисты выпустили программу с огромным рыжим котом в главной роли. Пока журналисты рассказывали о направлении ветра, осадках, Мурлыка просто жмурился от удовольствия. Не знаем, получилось ли у зрителей узнать, какая все-таки погода в Японии, но оторвать глаз от Котофея они точно не могли. Встречайте каждый день в отличном настроении, а мы подарим еще больше хороших новостей. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Озвоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт www.nts.ru, а также в социальные сети. Впереди вас ждет еще реклама. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Субтитры подогнал «Симон»